добрый день дорогие друзья в распоряжении нашей редакции появилась свежая информация о нашему любимому краснодарскому краю наш друг и уже теперь партнер в краснодарском главный редактор сетевого издания за краснодар опубликовал очень интересную информацию связанную опять же с коррупционными связями между бизнесом краснодарским и между официальными властями в частности прокуратуры я организовал на послезавтра у городского прокурора будет совещание давай мы сделаем таким образом я я буду поднимать вопрос что я все отматываю обратно давай я буду говорить что я выхожу с этого проекта ищите другого инвестора ты не будешь оплачены деньги возвращать ну что я честно с тобой это же я сейчас восстанавливаю стройку и это уже чем-то попахивает тем более что наш друг господин потапов который главный редактор сетевого знания за краснодар он вообще очень пристально следит за этой связкой между губернатором кондратьевым и таким лидером в отрасли строительства ваганом уротюняном очень давно уже бьет в колокола по поводу беспредела который находится на строительном рынке по попустительству властей а то и прям при прямом участии властей вот сейчас мы хотим получить от него комментарий и давайте его послушаем из первых уст вот и мы потом это прокомментируем добрый день вич славич добрый день как всегда вы наш главный эксперт по краснодару туда даже до москвы докатили слухи об очень интересных событиях которые происходят вот застройщиками и вы недавно опубликовали на своем ресурсе интересную аудиозапись которая косвенно отбрасывает нас на мысль что не так все просто в королевстве да какая-то вот эта тесная связь с бизнеса ведущих там застройщиков с властью силовиками про которые вы уже много лет бьете в колокола она каким-то образом обнажилась прокомментируйте эту запись и расскажите про суть этого конфликта если не сложно ну суть собственно это даже не конфликт это ситуация которая была создана начиная примерно с 2017 года раньше застройщики строили и те и другие да с 2017 года под вот этим соусом борьбы за право обманутых дольщиков но такая проблема действительно была в краснодарском крае она собственно появилась не сама по себе а благодаря бездействию надзорных органов в первую очередь прокуратуры вот тех же следственных органов которые вовремя не выявляли хищение на стройках и чиновников которые всячески потворствовали тому чтобы застраивались те объекты те собственные земли которые застраивать было нельзя и в результате у нас родились там музыкальный микрорайон мы все остальное это было один период обогащения когда на застройщики носили так сказать полученные деньги сносили туда куда положено надзорным органам в итоге эти застройщики просто-напросто не вытянули стройки обанкротились полегли и люди вышли на улице потребовали от власти все это дошло до москвы стало раздражать федеральную власть федеральная власть естественно понимаете назначен губернатор назначен прокурор и почему кто-то должен подтирать за ними мне вот эту всю работу соответственно были даны поручения ну и что вы думаете вместо того чтобы собственно все это урегулировать наказать действительно виновных кто там нашли там мальчиков для питья виде каких-то архитекторов которых осудили за выдачу разрешения про какой мы комплексе говорим про какой мы объект говорим там мы говорим обо всех практически объектах которые строились в краснодаре посмотрите что здесь настроен ведь город испахабили испахабили на сотню лет вперед и все это переделывать каким-то образом я даже не знаю теперь можно исправить ведь город погряз в пробках никакого развития транспортной инфраструктуры за все эти годы начиная со времен советской власти здесь не было и она ничего не приносит поэтому наверное нет ну естественно а на это нет власти никогда денег а зато застройщикам потворство эти всегда были возможности и все это обосновалось опять же тем что это рабочие места там и все такое ну понятно когда промышленности нет краснодаре когда все эти заводы теперь становятся площадками для застройки промзонах у нас просто посреди вот промзоны можно строить многоэтажные дома и вот венимин кондратьев семнадцатом году начал какую-то истерию как это тогда давайте это все лягу на рельсы но чем это закончилось в итоге строить теперь только в промзонах компании с так называемым полонеприкасаем вот этот полонеприкасаемых приблизительно определился тогда когда была подготовка к распилу северо-восточной части краснодара это федеральные земли муниципальные земли вот краевые земли там немножко совсем чуть-чуть и туда даже включили они частные земли каким образом то есть они хотели создать такую комплексную застройку под опять же благим соусом что зайдет социально ответственным застройщик ну наверное наверно типа авогрупп социально ответственный застройщик и вот ему отдать это все без конкурсов торгов такому застройщику да и этот застройщик будет потом распределять каким-то маленьким ну что понимаете это все было бы не бесплатно в итоге федеральная власть вынуждена была бы финансировать строительство социальных учреждений дорог а частники бы просто снимали сливки и делились с ними с тем кому вот те которые надзирают тут должны вот защищать интересы общества и государства и чиновники естественно они тут в авангар вот и поэтому когда всех собак тут вешали на алексеенко что типа вот один алексеенко алексеенко он как бы он один из чиновников тут целая вертикаль работал и вот семнадцатого года был такой поход за борьбу за права обманутых дочек вроде бы нужно и дело но в итоге чем закончилось закончилось тем что бизнес очень у многих был разорен люди были брошены в следственные изоляторы вот я сейчас поднимаю судебные материалы были отчеты там один осужден другой осужден и смотрю эти приговоры отменены сегодня по три раза возвращается прокурор уголовное дело оказывается что не было состава преступления вот мы об этом тоже будем вот одно из дел сейчас нашли будем писать вот чиновника там осудили из края что он какие-то там контракты там почти там 230 миллионов украл смотрю поднимаю материалы оказывается там до сих пор идут семнадцатого года суды его в девятнадцатом осудили потом отменили приговор оказалось что там вообще все было ну слеплено понимаете в уголовном деле это вот такая компанейщина компанейщина времен вот этих начала тридцатых годов советского союза когда вот понятно тогда была политическая борьба а это вот такая вот экономическая борьба выдавили вот лишних застройщиков остался вот такой один пул который вхожи и как вот нам говорят что некоторые из этих застройщиков они выступали по отношению к своим коллегам ну таким образом приходили говорит слушай ну какие там у тебя проблемы ты вот не можешь достроить и у человека рассказываем какие у него проблемы а потом и все это становилось достоянием значит прокурорских сотрудников одевали указания следственным органам возбуждать уголовные дела и точно показывали как бы как можно человека подтянуть сами понимаете что можно одно и то же действие можно по-разному интерпретировать и я вот сегодня разбираясь вот в этих вопросах уже несколько уголовных дел посмотрел и в приговорах нет никаких доказательств кроме как вот следствие но знаете следствие может предполагать вот эти все домыслы следствия просто суд узаконил не подтвердив это в приговоре какими-то фактическими обстоятельствами да то есть и просто людей поосудили но они же не могут биться у них там бизнес они свое время сидели и думали ну что как бы не разорились их организации там же люди там же сотрудники они же работают ну им же как-то нужно выживать ну и в итоге все равно были разорены я вам скажу что причем попали даже уважаемые люди и из числа из тех же чиновников и сотрудников спецслужб вот один из пострадавших от этих всех действий это бывший сотрудник фсб который выйдя на пенсию стал заниматься строительством в итоге его также кинули в кутузку вот и оказалось что вот в том деле который мы ему инкриминировали там вообще ничего нет вот прекрасный кстати экземпляр и у нас и мультиплекс этот кино который семнадцатого года нам сразу вот изначально эта тема поднималась и нам говорили и везде вокруг этого мультиплекса сейчас идут вот сейчас баталии насколько я понимаю а ну мультиплекс это сладкая конфетка там ситуация какая была там собственно есть землевладелец был который выкупил этот завод потом начал передал застройщику значит эти земельные участки под строительство застройщик он застройщика знал потому что он ему строил объект параллельно вот а застройщик просто вывел оттуда деньги но сами понимаем куда он их вывел с кем он делился а потом когда застройщика закрыли интересно же подтянуть землевладельца да потому что у него еще два соседних земельных участка которые можно собственно застроить и на этом обогатиться хорошо вот этот застройщик попал вот в эту пилорам и вот точно так же осудили более того его там назвали организатором фамилия его гайворонский я случайно с этим делом был ознакомлен в ноябре месяце вот и когда было совещание в администрации края его туда пригласили я встретился с этим человеком слушайте вот так и так он говорит я не пойду я говорю а можно ли я за вас схожу потому что иначе они меня не пустят туда они меня так любят администрации края сами понимаете если туда идет потапов там у них кошмары ужас начинается ну вот я пришел туда ну как бы как представитель его довел там вот эту бумагу которую собственно он направлял прокурору что там и достроить можно было там нормальные деньги с объекта получается а зашло на объект сейчас не напрямую застройщиком а через вот компанию прокладку они кстати сами сигачев назвал эту компанию что она была создана только для достройки а агент подрядчиком там а вагу и вот собственно там какие еще вопросы вот эти два участка на которых а вагу сегодня кроме мультиплекса там прямо напротив два участка там строится жк режиссер и эти участки были гайворонского он их продал телеком строй по заниженной цене чтобы деньги излишек был направлен на достройку жк мультиплекс кино потому что никому эта проблема с мультиплексом вот ему в принципе как коммерсанту и я его понимаю она была не нужна он собирался там ну представьте человек организует преступную схему чтобы украсть там 700 миллионов а потерять земли на несколько миллиардов ну вы сами понимаете таких вещей никто не делает а то нужно быть глупым человеком как фабрикуются дела мы хорошо знаем это это откровенно я читал приговор суда его но направлю почитайте вы ахнете ах не ну 37 год вот просто вот так чего приносит документы а ему следствие это мы не принимаем приносит документы ему субьит мы не принимаем вот а мы считаем а вот мы так считаем ну как бы вот у нас к сожалению закон позволяет судам руководствоваться внутренними убеждений а чем эти убеждения сформированы закон не указывает я правильно понимаю внутренние убеждения суда они должны применяться в тех местах где нет челка четкого трактования закона да то есть когда у тебя вот эта фемида на весах но если есть четкие как вы вот сейчас только что сказали должны быть четкие аргументы должны быть четкие доказательства потом применена какая-то норма закона да условно говоря и после этого вынесен там вердикт суда а если а убеждение суда это это эфемерная вещь она не может применяться она не может ложиться в основу правового акта убеждения это субъективная вещь ну вот в этом вся проблема вот понимаете допустим в этом приговоре написано что там три человека до собрались 2012 году чтобы затеять план как обобрать в будущем дочек а другой участник который туда вписали бывший директор завода я вообще с этими людьми вот с одним конкретно из них вообще не было знаком я говорил следствию проверьте были ли контакты но не проблема же проверить биллинг телефонов да ну и все остальное никто ничего не делал то есть было нужно обязательно завести этих людей чтобы на весе 210 вот ну и все раз вытекающие оттуда последствия вот поэтому я отношусь скептически к вот этим всем вещам которые написаны в этих приговорах да мы обязаны выполнять решение суда приговор суда мы обязаны по закону но мы имеем право ну я надеюсь что нас этого права не лишат надеюсь мы не дойдем до уровня у нас где-то невозможно обсуждать такие судебные акты вот потому что для меня он изумителен в правовом смысле он изумителен когда изумителен постановление следователя вот понятно ну следователь что ну когда изумительно в решении суда тем более приговор по уголовному делу но мне кажется что такие вещи нужно смотреть внимательно пересматривать и должна быть все таки система для того чтобы таких вещей вообще не случал ну или собственно в рамках того чтобы вы понимали по двух земельным участкам которые на напротив этого мультиплекса недостроя до который сегодня достраивает авогрупп за счет собственно своих ресурсов там привлеченных ресурсов каких-то там есть квартиры которые будут продаваться есть там то что то уже продано а напротив есть два земельных участка где жк режиссер строит авогрупп и вот за эти земельные участки телеком строй которому гайваронский по заниженной стоимости продал эту землю для того чтобы на мультиплекс миллиард направить на достройку а этот телеком строя выкупила авогрупп и соответственно строится еще жк режиссер но с гайваронским не рассчитались за эту землю он подал в суд и вот произошел вот этот разговор который он публиковать пожалуйста прокомментируйте этот разговор о чем он вообще нам говорит вообще обществу разговор говорит о том что ваган арсенович просто недоволен не хочет рассчитываться за земельные участки и ведет себя таким образом но нас чем интересует этот разговор то что там по коммерсантам между собой решают вопросы кто кому должен я как журналист это мало у меня волнует другое что человек говорит я соберу там прокуратуру да я там всех на уши поставлю вот то есть он он имеет возможность собрать прокуратуре совещание по этому вопросу а я не я не сомневаюсь потому что слушайте дальше когда вот этот гайваронский да обжаловал оценку он является кредитором вот этого банкрота югоран строя который строил мультиплекс кино и на него еще сейчас пытаются повесить субсидиарную ответственность и он обжаловал решение передачи застройщику не само решение передачи а стоимость по которой было передано а стоимость рассчитал конкурсный управляющий и он спрашивает почему так рассчитал а я так рассчитал как представитель конкурсного управляющего суде и суд должен так принять суд подождите давайте назначим тогда экспертизу и суд на суду было представлено 5 экспертных организаций вот которые могут выполнить эту экспертизу представил гайваронский еще там есть 19 дольщиков которые купили коммерческие помещения и они если конкурсная масса должника будет маленькая ничего не получат то есть если дольщики на квартиры получат квартиры в любом случае да потому что они получают в натуре то дольщики которые купили коммерческие встроено пристроенные помещения они получают только компенсации а их выплатят если будут деньги конкурсной массе и они заинтересованы чтобы застройщик наполнил конкурсную массу банкрот понимаете им выгодно чтобы застройщик больше заплатил за объект чтобы он заплатил реальные деньги вот так же выгодно это гайваронский и вот гайваронский вот эти дольщики подают в суд и суд назначает экспертизу выбирает из пяти организаций эксперт оценивает этот объект что-то там 2 миллиарда рублей естественно там со стороны застройщика и а вокруг подключилась к этому начинается паника что вот вы думаете возбуждается уголовное дело в отношении эксперта за заведомо ложное заключение отдачи значит и вот что это заведомо ложная экспертиза подождите суд назначил да то есть смотрите таким образом следственные органы самым наглым образом вмешиваются в гражданско-правовые отношения которые рассматривают орбитаж они приходят представителей застройщиков суд приносят постановление когда вот смотрите уголовное дело возбуждено и суд соглашается с оценкой которую сделал эксперт новороссийского филиала почему следователь поручил новороссийскому филиалу делать нам непонятно краснодаре нет судебной экспертизы что ли государственной она в российский эксперт сделал за пять дней за пять по моему или там семь дней по фото видеоматериалам без выезда на место два литера огромных два литера огромных там какая цена была у этой экспертизы а у этой экспертизы миллион триста а у конкурсного управляющего девятьсот чем вопрос не в этом и в отношении эксперта а до этого еще была предварительная экспертиза тоже где-то два миллиарда насчитал эксперт там же разные ну можно по-разному считать можно по сравнению вот и вот сейчас уголовное дело в отношении значит возбуждено в отношении не установленных лиц вот по факту вот этой экспертизы но указано что эксперты сделал и что и не заинтересанга и воронск то есть таким образом вот явное вмешательство вот в судебный процесс в арбитражный спор то есть это фактически давление на суд таким образом осуществляется вот если вот даже знаете из этих вот дольщиков которые там чате которые обманутые которые недовольные обсуждают там есть юрист женщина она писала что у нее 35 лет стажа следователя она написала что это фантастическое уголовное дело потому что тогда можно по каждому гражданско-правоводному отношению возбуждать уголовные дела и с помощью уголовной дубины добиваться нужных результатов в нужных интересах а кто опять же возбудил уголовное дело возбудил следователь ОП Калинин это прикубанский округ прикубанский округ ОП Калинина в свое время в прикубанском округе был прокурор Малкин о котором мы писали который был уволен со службы как указал Хинштейн за свою страсть к фальсификациям вот и я собственно не сомневаюсь в этом что он написал у меня нет вообще никаких этому сомнений а у него замом тогда был Лихонин он ныне прокурор города понимаете и вот эта связка Малкин Лихонин Лихонин сейчас прокурор города возбуждается прикубанский округ а Лихонин курировал как раз таки МВД именно ОП Калининское тогда возбуждается дело значит МВД и вот более того я хотел добавить потому что вы сказали когда заводится уголовное дело на эксперта вы сказали что это давление на суд но я бы добавил что это давление не только на суд но и на все экспертное сообщество после такого финта ни один ну один здравомыслящий человек эксперт он не ну не решится просто выразить свое мнение когда понятно что этого делать нельзя иначе там ты полетишь сюда же поэтому это вот как раз и есть то что вы про что вы всегда кричите это и есть как раз вот ведение бизнеса путем связки с силовыми и официальными органами власти то есть вот то о чем мы говорим всегда вы это очень хорошо иллюстрируете всегда дело в том смотрите что собственно там происходит следователь возбуждает уголовное дело и в постановлении пишет что он направляет его не в прокурору прикубанского округа а прокурору города мы пишем запрос Лихонин Лихонин отправляет наш запрос прокуратуру прикубанского округа мы параллельно одновременно писали про кубанский округ до сих пор мы не получили ответа а законно ли возбуждено это уголовное дело проводилась ли прокурорская проверка то есть вот эти все пляски вот эти все пляски на лицо и когда заинтересантом строительства появляется авогрупп да вот и сам руководитель и владелец этой авогрупп говорит да я сейчас соберу прокурора я всех на уши поставлю у меня нет сомнений что он это может сделать у меня нет вообще никаких сомнений чтобы вы понимали и у нас таких сомнений нет потому что все предыдущие материалы которые мы делали и сами и совместно с вами они показывают о том что эти люди они неприкосновенно что до них невозможно дотянуться и любое количество нарушений которые вот мы даже с вами какие-то материалы делали да она не она все все жалобы все запросы все разбиваются по полной бездействия силовиков и администрации то есть это абсолютно это то о чем вы всегда говорите это просто ваше просто уже кредо об этом говорить вот вы правильно сказали данил что это давление на экспертное сообщество потому что сегодня уже каждый будет думать он 30 раз хорошо работу свою выполнить и его за эту работу можно таким образом подтянуть что такое уголовное преследование это тотальное нарушение прав человека тотальное нарушение это смотрите человек выполнил работу для того чтобы возбудить уголовное дело а в отношении эксперта нужно чтобы следствие достоверно знала что был какой-то сголок да есть такие данные прокурор проверил я уверен что таких данных нет я убежден что их там не но прокурор проверять ничего не будет вот вот собственно и если нет доказательств того что кто-то с кем-то договаривался суду было представлено пять организаций на выбор тогда подождите в отношении судьи тоже ОРМ нужно проводить почему судья выбрал того или иного эксперта выбирал не гайворонский выбирали не 19 дольщиков которые точно так же хотят чтобы стоимость объекта была показана реально чтобы застройщик заплатил ту стоимость сколько реально объект стоит а не столько сколько он готов заплатить а в итоге поднимается истерия ой если будет дорого объект стоить застройщик уйдет он обанкротится и все такое а это не просто вот понимаете делается как а если мы мало заработаем да не несколько ярко то тогда мы уйдем бросим и вы тут как хотите занимаетесь это твой шантаж своего рода шантаж поэтому ну к великому сожалению сегодня в краснодарском крае такая обстановка что вот этот холдинг да который создан вот этот холдинг связывающие правоохранительную систему вот надзирающую систему вот орган государственной власти субъекта федерации вот и орган местного самоправления уже себя ничего не представляет потому что он ничего по сути не решает он полностью управляемый администрации губернатора кондратьева кстати один из муниципальных чиновников лезь на днях это крымский район вот была опубликована запись он говорит я в команде губернатор и мне все равно что там федеральные органы тут хотя я на секундочку напомню каждому из вас я член команды губернатора и горжусь этим и горжусь этим и буду отстаивать интересы губернатора где бы это не стоило а если будут интересы губернатора значит интересы жителей кубани а не какой-то шаги нескольких человек буду отстаивать интересы жителей пока вне губернатора 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 что боится что они на делу силеной долги не имеет значения какое ведомство плевать на какое ведомство на территории муниципалитета уровня федерального ли какого уровня муниципалитета и я отвечаю за жителей муниципалитета этим все сказано то есть нормы права и здесь не действует краснодарском крае я это знаю лично на тебе а как вы полагаете вич лавыч лавыч вот это вот связка она же ведь обусловлено ну давайте немножко на другой с другой стороны на это посмотрим вот губернатор уже тоже связан со стороны федеральной власти определенными обязательствами да перед вообще перед федеральной власти ведь в эту ситуацию вмешивались там и лично путин да и давалось поручение бастры кину затем чтобы эта ситуация каким-то образом разрешались соответственно у губернатора у него есть оклятка там на федеральную власть и соответственно может быть поэтому вот грубо говоря его как он сказал ответственному затор застройщику даются такие преференции и от власти региона и вот это прокурор и от этой прокурор ну не только прокурорской вообще видите следствие поднимать то есть именно от силовиков то есть этот человек видимо за то что он видимо какие-то губернаторские дыры затыкает он каким-то образом облечен какие-то дополнительные возможности стороны карательных силовых органов и так далее то есть как вы думаете вот ведь сказать так по этому поводу совещание у прокурора это может сказать это не каждый это не каждый даже силовик скажет да это не каждый даже но условно говоря там большой чиновник может такое сказать а тут какой-то там но бизнесмен ну да ну богатый бизнес ну да ну влиятель но не но не до того же что он пинка дает прокурор ну-ка давайте разберитесь моей проблеме это не не так что он дает пинка что вот эти этот человек он неправильно оценил то что я считаю стоит дешевле давайте его посадим или напугаем всех и чтобы они даже сюда свой нос не совали то есть вот как делается бизнес краснодар это то чем вы боретесь всегда вы знаете даниил дело в том что поручения всегда дают руководители эти поручения нужно выполнять я работал в администрации мы выполняли прочие но выполнять их нужно правильно по закону понимаете нельзя достигнуть хорошего негодными средствами нельзя этого делать но история показала все кто достигал негодными средствами достижения они были и исторические осуждены да потом если они не понесли уголовного наказания они были их личности признавались вот такими никчемным вот к великому ну вот сожалению у нас в краснодарском крае вот берут эти поручения ими прикрываются если поручение александр иванович бастрыкин уважаемый человек в государстве безусловно безусловно он дал поручение разобраться почему передали объект застройщику которого не было ни средств собственно не вообще возможности строить этот мультиплекс кино разобрались нет кто в отношении кого возбуждено уголовное дело никого тишина полная а почему а потому что когда нужно на поручение федеральных органов плюют и руководителей федеральных органов на их плюют и никому это не нужно все разговоры понимаете разговоры в пользу бедных это он детям они будут рассказывать я когда пришел на совещание власов у меня поручение президент да вы должны были работать до семнадцатого года чтобы эти поручения не появлялись никто еще не делал одни бездельники в крае сменяют других бездельников посмотрите что творится кадровая чахарба понабирал кадровый состав этот губернатор никто еще не умеет никто никаких решений не принимает все ходят ему в рот заглядывают шо там сказал губернатор я не понимаю что это за система государственное управление выстроено в субъекте федерации вообще понимаете когда люди подбираются на работу на руководящие должности там вице-губернатор не имея никакого опыта простите для того чтобы вторым лицом в крае работать нужно опыт иметь огром а туда набирают по ушкольников потому что кто-то кому-то приглянулся это что нормальная практика что ли что мы можем построить при таких вот кадрах а людей которые на действительно могут это делать их никого там нет уже потому что никто вот работать там не может этой обстановке вот собственно и я вам скажу то что авогрупп у них вы говорите да там поручение где-то что-то делать но подожди а смородину вводят в эксплуатацию с неподключенной канализации действующим сетям я помню а жк урал посреди промзоны без детских садов без школ без ничего вообще и это губернатор рассказывает что такого больше никогда не будет мы вот это мы там генплан принимаем и все остальное подождите ребят что же это такое это что за профанация я понимаю одно данил что под прикрытием поручение это крупная деятельность по-другому я назвать не могу вот я хотел как раз вы не с языка сняли я как раз и хотел сказать что получается тогда так что губернатор ну и весь его аппарат да и соответственно вся разрешительная система которая внутри системы власти которые там регламентируют работу застройщиков они никаким образом не наделяют их социальной ответственность то есть они говорят строй посреди там право прав зоны там выгоняй метры продавай то есть да и соответственно не никакой социальной нагрузки вы не несете ни дорогу туда построить и условно говоря саги школу прачечную все что положено для жизни нормального человека то есть это же есть признак того что ну признак коррупции у меня по другому нет никакого другого предположения а как вот что нужно как нужно сделать так чтобы власть дала тебе все разрешения и не наложила на тебя никакой доли вообще социальной ответственности то есть никакой социальной нагрузки тебе не дали даже для этого вот это почему происходит ну смотрите другим застройщиком дают социальную нагрузку даже при наличии школ и детских садов им не дают разрешение на строительство для чего это делается только с одной целью чтобы снизить конкуренцию что повысить стоимость жилья которая приближенных компаний ведь так не детские садики просто детские садики не продаются понимаете да и школы не продаются до продается метры то есть если грубо говоря выгоняете метры да и вас еще заставляет построить детский садик который не продается его надо просто построить за свои деньги чтобы находили люди да вот вот и для того чтобы люди обогащались они больше получали денег такие вот ответственные застройщики да вот про которых мы сейчас говорить значит соответственно им надо дать карт-бланш да то есть вы не должны есть очень много примеров разных городах питер я хорошо знаю этот пример когда у вас он тоже есть сейчас могу вспомнить название женщины приходили к нам там 3 там 7 корпусов или 5 корпусов там узкая дорога они не заехать не выехать не могут из этого района то есть грубо говоря дорогу то вы должны построить вот китайской народной республики как 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 делает государство но сначала строит инфраструктуру за свои деньги дороги там да потом говорит застройщику вот тебе как бы метры строй то есть если ты строишь уже там где у тебя есть канализации рассчитаны под твоей мощности там и у тебя есть водопровод там и у тебя есть выделены электрические мощности да под эту историю вот здесь же нет государства вот власти в лице действующей администрации вашей краснодарского края она никаким образом как вы уже в начале нашей беседы сказали не тратится на инфраструктуру хотя на это выделяются федеральные деньги да скорее всего вот и грубо говоря не развивая инфраструктуру она она позволяет развиваться вот таким вот горе бизнесменам которые выгоняют свои метры быстро продают соответственно каким-то образом налаживают свои интересы внутри разрешительной системы которая подчинена естественно властным структурам то есть они не каким-то образом не отдают обратно обществу и городу там да и краю они не отдают ничего кроме того что они построили продали ушли построили продали ушли то есть да сами не участвуя никаких социальных элементах вообще постройки построение города там да и края вот это как раз и есть самый главный признак коррупции да то есть мы не мы здесь как это называем ясный заметил замечен не был но по утрам жадно пил холодную воду да мы не можем их обвинить в этом да мы можем не можем но мы можем только объяснение нет но нет объяснений других пусть они дадут другие объяснения своим действиям выйдет кондратик публично объяснит почему посреди уральская построен жк урал его строительство можно было остановить он этого не сделал почему появились эти родные просторы дорог нет ничего дорог въезда в город нет там сейчас коллапс на этой трассе м4 дом коллапс просто круглосуточный они продолжают строить там сейчас девелопмент юг начнет строить там еще начнут строить и дороги до сих пор нет а когда рассказывают с 2015 года понимаете что они что-то построить ничего нет до сих пор я раз полгода пишу запросы что сделано что сделано что сделано в них только так деньги мили миллионы и сотни миллионов на проектирование бахнули а потом денег нет строить а потом эти проектные работы уже можно сбрасывать в мусор и заново проектировать и вот это вся вот это вся филармония она длится годами а жизнь проходит развития нет никакого понимаете люди хотят сегодня жить жить здесь и сейчас потому что жизнь очень короткая штука очень короткая штука на самом деле и в итоге да ничего не движется давайте вместе сделаем тогда сейчас заявление господину кондратьева вот эти вопросы которые вы поднимаете а мы соответственно со своей стороны тоже освещаем мы уже давно следим за этой ситуации в краснодарском крае и в большей части вместе с вами поскольку вы достаточно компетентно и мощно погружены в эти вопросы давайте обратимся к господину кондратьеву чтобы он дал ответы на эти вопросы господин кондратьев вот эти вот это вот ситуации застройщиками в крае да вот эта ситуация с не развитой с неразвитием инфраструктуры на которую нет денег у края да вот это вот беспредел среди застройщиков да вот это вот на ситуации когда привилегированы ответственных камышев застройщики значит пользуются всеми я бы назвал бы это каким-то каким-то т.о.о. прям что ли когда ты приходишь и заводишь уголовное дело на того кто тебе мешает до того эксперта который неправильную цифру тебе вывел да так я считаю что этих силовиков надо сажать за эти вещи ведь в этом тоже должна прокуратура разбираться но при этом застройщик тот который ответственным назван ответственным в администрации края значит он по телефону говорит я соберу совещание в прокуратуре но это говорит общество о чем это говорит о том что этот человек ногами дверь везде открывает у него полный карт-бланш все преференции дело что ты умеешь зарабатывать любое количество денег мы тебе на тебя накладываем никаких социальных социальных нагрузок то есть ты просто выгоняй метр продавай выгоняй продавай но мы не можем об этом говорить но но наверное не забывай делиться но это предположение это наша субъективная оценка поэтому пресса когда поднимает какие-то вопросы да и в ней и в этих вопросах прочитывается нарушение уголовного законодательства вообще как бы прокуратура обязана только по сообщению пресса возбуждать уголовные дела мы параллельно к этому заявлению еще сделаем свой запрос и соответственно я думаю может быть вы сделаете ли мы сделаем с вами совместный запрос мы сейчас это еще обсудим вот поэтому на эти вопросы мы хотели бы получить ответы вот потому что то что происходит в краснодарском крае мы эту ситуацию знаем тоже уже не первый год а вообще в ней живете тем более что вы были на стороне той на которую сейчас вот у нас общество у нас как общество появились претензии поэтому вот вот так вот господин тандратьев давайте рассмотрим вопрос чтобы в этом в этих вещах поднятых вот жителями края мы могли бы разобраться да по поводу а вагру вот представьте если департамент архитектуры краснодара сидит в здании которое принадлежит супруге владельца а вагру а само это здание было построено без парковочных мест просто выдали разрешение парковочных местом нет а нельзя строить без парковочных мест на земельном участке одно построено и введено эксплуатацию но это еще одна картинка получается что ответственный бизнесмен это его здание он дает в аренду тем людям которые должны но которые работают в разрешительной системе для проведения его документов по строительству хотя это достаточно сложная процедура мы же прекрасно знаем чтобы там без конкурса было передано без конкурсов и торгов арендовала администрация без конкурсов и торгов мы разбирались в этом вопросе об этом публиковали но где прокурор но я вам скажу простой момент для вот картина маслом на пересечении улиц уральская тюляева есть возле трамвайного кольца которое сельхозназначение стало судебными актами его сделали паями которые выдали землю в качестве поев у нас до такого доходит такие вещи вообще фантастические вещи вот у нас первомайский районный суд советский районный суд это два суда которые такие решения выносят но я не знаю но наверное на системе государственного управления кто занимается законодательством желательно провести анализ и посмотреть и наверное внести изменение федеральное законодательство чтобы таких решений не могу рождаться или может быть там органы должны поработать так вот и земельный участок когда-то было 10 соток земельный участок и 10 сот ну по суду их там какими-то судебными так сказать делами их эти два участка стали принадлежать одному лицу вагану рутюнян тому самому да тому самому нужен бы 10 соток ну 10 соток и 10 соток это 0 1 а когда их два объединить сколько должно получиться у вас 10 и 10 20 20 а у него получилось 30 и туда попала муниципальная дорога и там уже даже стали ставить забор но когда я тут поднял скандал забор перестали ставить но так до сих пор 30 и осталось и прокурор не дал на это никакого ответа а каким образом рост реестр говорит это же это надо какие-то кадастры разместить а рост реестр говорит а кадастровый инженер подал так и мы ничего не знаем мы зарегистрировали а прокурору делать этого нет понимаете вот это показать когда с должен был у кого-то это отрезать я что-то вообще не могу понять а муниципальная земля у нас же муниципальная то это вот все что муниципальная это можно любому из приближенных можно бахнуть и все и муниципалитет не будет защищать это со мной он будет судиться с вами будет до посинения до верховного суда до я не знаю там какого до гаги там или каких там еще судов он будет судиться муниципалитет за деньги бюджет а мы будем тратить с вами свои ресурсы а с ними нет они даже суд первой инстанции не ходят они не обжалуют судебные акты такие никогда понимаете не обжалуют а вот эта земля которая департамент архитектуры где сидит вы знаете как ее получили пришел человек в суд и говорит да я хотел землю вот тут 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 несколько участков и судья говорит признать за ним право собственности на эту землю и муниципалитет не обжаловал даже в апелляцию потом прокуратура я не знаю каким чудесным образом вдруг это еще было давно тогда еще наверное что-то работало в прокуратуре и вот они один раз все таки обратились в апелляцию апелляция отказал и больше никуда не пошли а если с другими они судятся до посинения это еще раз о чем говорит система построена так для своих все остальным произвол произвол не по закону если бы по закону это это было бы нормально у нас это уже не по закону остальным просто произвол тебя будет уничтожать тебя затаскают по судам тебя просто разорят сегодня же ты не имеешь права представлять свои интересы в суде если у тебя нет высшего юридического образования тебе нужно нанять представителя это деньги понимаете и ты все ты уже будь в лыжи летом вот так работает здесь система они судятся туда приходят девочки в суд и угуд суде просто угуд и суд на это смотрит вот так это же государственных интересов а ты приходишь в суд говоришь вот башки 24 суд смотрите 10 плюс 10 должно быть два а у них 30 смотрит ты с луны упал что вот так поэтому ты ничего не понимаешь просто ты чувствуешь да в арифметике ты не понимаешь да ты уже все устарел ты ископаемый таких уже нет каждый раз когда у нас происходит с вами встречи не знаю я вот уже глубоко глубоко лысый человек но мне кажется что остатки волос у меня все время тоже еще шевелятся потому что вещи которые которые вы рассказываете они частично происходят ну где-то каких-то регионах там ну они и в центральных регионах в москве и в сибири какие-то там где-то производства да где-то производства чиновника но у вас это полный букет если у вас вообще все это ужасно у нас у нас какими-то частями а у вас вообще все то есть у вас и судебная система и прокуратура там да и администрации к администрации край во главе там с первым лицом лицом и вот эти коррумпированные коррумпирующие вот эти связки из из приближенных бизнесменов то есть какая-то там то есть вот вот здесь как раз и просматриваются элементы 210 статьи уголовного кодекса здесь просто какая-то мафия вообще честно говоря но на мафию мафию чем цена знаменитой и какие вот признаки присутствия мафии как раз жесткая связка с действующей властью да то есть вот это и есть мафия и сама по себе мафия если бы она была если в за ней не гонялись там да она бы его в момент ну как бы сказать она бы не смогла бы расцвести его просто щелкнули в первую секунду именно связка с силовыми структурами именно связкой с действующей властью. Вот это и есть признаки вот этих мафиозных структур. Ну, мафиозное, это не наше слово, ну, там, я не хочу плохие слова говорить в виде, там, преступного сообщества и так далее. Но мы не можем этого утверждать, соответственно, но все признаки этого налицо. Потому что те вещи, которые вы говорите, они выпиющие, и они не должны присутствовать в нашем обществе, и поэтому хорошо, что есть такие люди, как вы, социально ответственные, которые поднимают эти вопросы, не боясь того, что вы, как сказать, поскольку вы боретесь с такой горгоной, да, вы как журналист, как ответственный человек, как гражданин своего города, вы тоже находитесь под рисками, под ударами, потому что обычного эксперта берут и уголовное дело заводят, да. То есть, поэтому спасибо, что вы есть, что есть такие ответственные люди, давайте, как мы и договорились, мы вместе эту проблему осветим, мы сделаем запросы в администрацию края, вместе с вами, и попробуем получить ответ. Ну, мне что-то подсказывает, что ответ мы не получим, ну, попробуем, по крайней мере. Если нет, если нет, будем... Сразу настройтесь, что никакого ответа не будет. Нет, а мы же так... Ничего там не объясняли. Я предлагаю вам, как сделать. Мы сейчас дадим, мы сейчас подадим ответ, и есть вероятность большая того, что вы говорите, что мы его не получим, но следующий, поскольку мы не получили, мы приложим не получен, ну, то есть, мы приложим информацию, что мы ответ не получили, но мы пойдем тогда выше, давайте писать... Нет, нам, Данил, они сделают умнее, им даст вам ответ руководитель пресс-службы, вы думаете, будет ни о чем, и все. Вот этот ответ ни о чем, надо приложить к нашему поданному заявлению и послать в то ведомство, которое производит назначение вот этой вот власти, да, то есть, условно говоря, пошли мы ее в Москву, там, я не знаю, в администрацию президента, там же проходят чистилища, вот эти губернаторы, когда это назначают, там же они представляют, и перед ними они отчитываются. Ну, скажем как, ну, тогда вот разберитесь вот в этих коррупционных связях. Я предлагаю сделать так. Поэтому давайте на этом закончим. Я очень рад был, как всегда, вас увидеть, услышать. И давайте продолжим наше изыскание по поводу поиска правды, по поводу поиска справедливости. Вы, как всегда, на передовой линии фронта, поэтому вам удачи, здоровья, и чтобы, как бы сказать, никакие коррумпаторы ничего плохого вам сделать не могли. Всего доброго-то, спасибо за разговор. Всего хорошего. Интересным, содержательным. До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok